здравствуйте друзья рад вас приветствовать у себя на сайте у себя на видеоблоге виктор . инфо и сегодня в рубрике вопрос-ответ виктор отвечает я хотел бы осветить такой фрагмент из нашей живой беседы с моей коллегой ларисой о том почему в нашей жизни самая главная психология как она влияет почему люди искренне радуются не собственным достижениям а тогда когда кому-то плохо и рассказать вам в виде ответа про один очень интересный эксперимент итак смотрим нашу живую беседу ученые кстати проводили еще ко всему же такой эксперимент я когда-то давно читал значит задачу ставилась человеку когда человек употребляет на тебе 100 долларов на тебе 100 долларов 30 долларов ты оставляешь себе а 70 долларов ты должен отдать первому встречному вы не представляете какая была реакция у людей как я вот первому встречному 70 мы тебе даем вот 100 вот прохожему подходят и предлагают вот тебе 100 долларов ну 70 ты должен отдать первому встречному а 30 это твои а почему ему больше понимаете это парадоксально то есть ты идешь никто тебе не обещает в этот день дать 30 долларов или там осыпать тебя как-то деньгами подари и тебе предлагают такую схему но ты должен отдать 70 и самое интересное что 98 процентов людей отказалось жертвуя своим доходом жертвуя своими уже можно говорить своими 30 долларами почему потому что другому человеку надо отдать 70 надо отдать 70 я бы согласил я бы согласил сколько еще раз можно ходить на этом эксперименте понимаете парадоксальный тот случай когда когда человек смотрит телевизор и до слез жалеет тех денег которые потерял киношный герой я еще я не помню еще по-моему в 80-х годах вышел фильм с сильвестром сталлоне скаловаз там где он из чемодана доставал деньги и просто топил для того чтобы согреться я помню что я этот фильм смотрел в кинозале по-моему ну тогда еще не было ни видео ничего я не помню точно в каком году это было но мне поразил тот факт что на этой сцене эта сцена поразила многих больше всего и люди плакали плакали когда они видели что там горячие деньги но эти деньги спасают жизнь потому что он должен был нагреться согреться иначе бы он замерзли многие бы там замерзли но не подожгли бы хотя этот чемодан свалился ему как манна небесная с неба так вот парадокс заключается в том что когда это же самое задание вернемся к этому испытанию ученые проводили в следующий раз то есть предлагали опять же таки 100 долларов но сумма уже меньше оставалось человеку то есть 20 долларов а 80 он должен был отдать то соглашающихся было больше почему за счет одной психологической фишки и предлагали их заработать 20 долларов то есть человеку подходили когда предлагали поставь себе 30 а 70 просто отдай его давила жаба а когда хочешь заработать 20 долларов то есть мозг работал сразу что я буду иметь 20 80 то есть человеческий мозг сразу 80 сразу отсекал да вот он как бы эту сумму делил на две составляющих на две то есть 20 долларов он должен положить себе в карман это ему чистый заработок а 80 долларов он должен отдать и дальше уже человеческий мозг не слышит кому отдать то есть это работа он выполняет задание и тут 98 процентов людей соглашались и только 2 процента задало вопрос а кому отдать и за что то есть этого человека не волновало но когда ему предлагали 30 долларов себе а 70 отдать 98 процентов людей отказались это говорит о том что почему чужому человеку должно быть лучше чем мне парадокс заключается в том что человек не сосредоточен на себе он не сосредоточен на собственных успехов он не сосредоточен на собственном благосостоянии он сосредоточен на чем-то другом состоянии и он всегда вынужденно себя сравнивают с кем-то в этом и есть грандиозная ошибка итак друзья надеюсь понравился вам мой рассказ про этот эксперимент стоит задуматься над собственной психологией и стоит задуматься как бы каждый поступил бы из нас нет конечно по просмотру этого видео каждый из нас может сказать я бы тоже стал в очередь и получил бы 30 долларов потом бы пришел за 20 долларами но готовы ли вы правильно ответить на неожиданно вот такой заданный вопрос готовы ли вы искренне порадоваться не за кого-то другого или посчитать чужие деньги а готовы ли вы искренне порадоваться что на вас с неба упала пускай небольшая сумма но она просто вам пришла как подарок жизни и так комментируйте видео задавайте вопросы а я вам говорю до свидания до новых встреч друзья до новых встреч ты еще не подписался на мои видео напрасно ибо дальше будет интересно а